Привет, друзья, меня зовут Лена, и сегодня во имя хорошего звука малыш микрофон будет оставаться у меня в руках, надеюсь, это не будет вас никак отвлекать. Итак, крошки, сегодня очередная серия моих приключений в поиске идеального цвета для моих волос. Я уже несколько месяцев подряд ищу хорошую краску, которая бы подходила под мои волосы, которая подходила бы под мои требования. Мои требования какие? Чтобы она не сжигала мои волосы, чтобы цвет был равномерным, стойким. Ну и, конечно, тем цветом, который я хочу, а я хочу темно-зеленые волосы. Тот цвет, что вы сейчас видите на моих волосах, тоже был экспериментом. Я зашла в Магнит Косметик и купила краску на распродаже. Я думала, что она белорусская, оказалось, что это русское производство. Краска называется Фара, и наверняка вы про нее слышали. Сразу объясню, почему я взяла синюю, а не зеленую. Зеленая тоже была в серии, но прямо на ней уже было понятно, что она слишком светлая для моих волос, даже несмотря на то, что у них уже есть зеленая база. И вообще, я как-то так поразмыслив, поняла, что будет лучше наносить синюю краску на ту зеленую базу, что у меня уже есть, и таким образом я получу оттенок темнее. А я как раз хочу темный, холодный зеленый цвет. Для того, чтобы не уйти сильно в синий цвет, я решила, что я как раз смешаю эту фару с теми остатками Bad Girl, которые у меня были. Это примерно пол бутылочки зеленого, но слишком светлый. И буквально несколько капель бирюзового. Итого, я использовала фару целиком весь тюбик, и добавила туда бирюзовый, грамм 20 там было, и еще немножечко зеленого. То есть зеленый я опять не вымазала до конца. Уточню, что краситель фара — это не стойкое окрашивание, это тональные средства тоже на кремовой основе, и поэтому я их так спокойно мешаю с кремовой Bad Girl. А, кажись, это гелевая краска типа Estelic Straw, я бы не стала их смешивать, потому что непонятно, какой результат получится в итоге. У них разная консистенция, и в итоге оно может пойти пятнами. По запаху этот краситель очень напоминает Energetic. Для кого-то это плюс, для кого-то это минус. Я в целом была не против. Если смешивать с другим красителем, например, у Bad Girl очень яркий, очень конфетный запах, и она перекрывает вообще все. Я в этот раз даже решила нанесение тоже записать на камеру, для того, чтобы посмотреть, может быть, я действительно куда-то не наношу краску, и поэтому она ложится пятниста. Если хорошенько присмотреться, то можно по моим губам прочитать буквально каждую строчку Гамильтона, которая играет на заднем плане. Все нанесение заняло у меня примерно полчаса. Я наносила сначала на корни, и потом уже распределяла на всю остальную длину. Работать с красителем было очень просто, он никуда не тек, особо никуда не капал, распределялся запросто, очень ровно. Мне понравилось. В общем-то, само нанесение не вызвало у меня никаких вопросов или затруднений. Все было легко и просто. Смывать этот краситель в белую ванну я не рискнула. Я решила, что помою лучше волосы на кухне, там у меня железная раковина. Мне в целом от этого ни горячо, ни холодно, но мне не придется после этого отмывать ванную. И это было хорошим решением. Цвет получился очень яркий, очень насыщенный, темный, холодный, зеленый. В целом это практически идеальное попадание. Мне бы хотелось бы чуточку темнее, но сам цвет хороший. Мне правда понравилось. Я думаю, что буду продолжать накладывать именно синий цвет на свою зеленую базу, на свои зеленые волосы. Поначалу смущало только то, что кожа головы осталась немножко зеленой, но оно и понятно, оттеночные средства всегда оставляют какой-то тинт на голове, на ушах, везде, куда попадают. Хотя, опять же, лоб у меня был чистый, но я, по-моему, не умывалась перед тем, как наносить. То есть у меня была жирная кожа лица, и, понятное дело, на жирную кожу очень плохо ложится этот краситель. Кстати, неплохой такой лайфхак. Не умываться перед тем, как красить волосы. Но такой работает только дома, пожалуйста, не делайте так, если вы идете в салон. Это как-то немножко неуважительно, что ли, к людям, которые там работают. Короче, это все на ваше усмотрение. Если вы подписаны на меня в Телеграме, то вы наверняка видели. Я выставляла фотографию сразу после окрашивания туда и сравнивала ее с той фотографией, которая для меня является ориентиром. А ориентиром для меня являются фото, сделанные с фильтром в Инстаграме. Там такой красивый, такой приятный зеленый цвет. Мне кажется, я из-за этого, по большей части, решила, что я хочу наконец-то покрасить волосы в зеленый цвет, потому что мне очень понравилось, как оно там выглядит. Что же случилось после того, как я первый раз помыла волосы? Это какой-то ужас. Вся вода синяя, вся ванная синяя. Волосы мои оставили, кстати, этот цвет, что интересно, он никуда не смылся. Но все вокруг синяя, пена синяя. И что самое страшное, у меня не отмывается этот цвет с рук и с ногтей. То есть я каждый раз, когда мою волосы, у меня остаются синие потеки на руках, и вот все заусенцы и под ногтями все синие. В целом я подумала, это, конечно, страшно, но в первый раз всегда смывается очень много краски, если это какое-то оттеночное средство. И я сильно, на самом деле, не переживала. Но потом я помыла волосы второй раз, и абсолютно то же самое повторилось. У меня точно так же синие руки, синие уши. И если мыть волосы, наклонившись вперед, и вам будет течь эта вода по лицу, то у вас останутся синие потеки. И после этого обязательно у меня остается серый, какой-то этот вот сизый цвет лица. Кажется, буду бы я болею, и мне бы лучше прилечь и отдохнуть. Но может быть дело в том, что я очень мало сплю. Нет, дело точно в краске для волос. И она пачкается, она красит все, даже когда она высыхает. Например, белая майка, которая сейчас на мне, у нее сзади позеленел ворот, посинел. От того, что эта краска даже в сухом состоянии, она с волос стирается и все вокруг пачкает. Итого, каков мой вердикт для этой краски? Я думаю, что она именно на поиграться. Она бюджетная, ну согласитесь, 100 рублей это вообще ни о чем. Она яркая, она имеет цвет, она бюджетная. У нее удобная упаковка, из которой реально просто вытаскивать краску. В какой-то момент там лягушка ушла, я не заметила. В общем, это не bad girl, которую необходимо разрезать в бутылку для того, чтобы достать из нее остатки. Или просто выкидывать эти остатки и лишаться ресурсов, которыми вы могли бы воспользоваться. У нее довольно большой объем, у нее прикольные цвета, у нее ненавязчивый запах. И немаловажно, она не портит волосы. После окрашивания мои волосы чувствовали себя совершенно нормально. Они были мягкими, они были живыми, и они не пачкаются на второй день от того, что я их выжгла. Но вот этот большущий, громадный просто для меня минус, что она пачкает все везде, говорит мне о том, что я уже, наверное, не хочу цветные волосы. Лучше не иметь цветные волосы, чем постоянно сталкиваться с тем, что тебе нужно оттирать вообще все. Я не надеюсь на то, что мне удастся отстирать свои майки. Окажись, они белыми без картинок еще ничего, но они же с картинками, так что в белизну ты их не закинешь. Итого, я бы, наверное, не стала покупать этот продукт снова, я бы не стала ее опять пробовать в каких-то других цветах. Я думаю, что это не мой продукт, мне он не понравился. Даже ради того цвета, который мне хочется, ради того цвета, который больше всего похож на то, что я хочу, я бы не стала покупать эту краску снова. Делитесь своими мыслями на этот счет, стали бы вы мириться с тем, что краска вот так вот пачкается, вымывается, и все вокруг становится того цвета, в который вы покрасились, или вы бы тоже не стали выбирать эту краску. Подписывайтесь на мой телеграм, я буду ждать вас там, а также на мой ютуб-канал, потому что, очевидно, я еще не закончила поиски своего идеального продукта для волос, а может быть вы тоже ищете идеальный цвет для своих зеленых волос, или просто мечтаете о зеленых волосах, или, может быть, вам просто нравится смотреть эти фейлы. Мне вот нравится смотреть такое. В любом случае, я очень рада, что вы зашли сегодня на это мое видео, я рада, что вы привели со мной кусочек своего времени, и я желаю вам хорошего дня. Поначалу мне показалось, что краска легла очень ровно, возможно, потому что она была достаточно темной, но сейчас я вижу на своих волосах, что у меня примерно в полутора сантиметрах от корней есть полоса, и я не знаю, с чем это связано. Опять же, что происходит? Это же не та часть волос, которую я осветлила, то есть корни, которые я осветляла, были длиннее. Получается, это и не те волосы, которые были до этого окрашены, и не те волосы, которые были до этого не окрашены. В общем, опять откуда-то эта полоса, и я не понимаю, откуда она берется и как это исправить. Взяла подружку-легушку для того, чтобы поближе показать вам свой прекрасный ковер, потому что в одном из видео мне в комментариях написали, в каком веке вы живете, у вас ковер на заднем плане. У меня ковер на заднем плане, и он немножечко изолирует звук, добавляет уюта и тепла, чего и вам желаю. А подружку-легушку можно купить на зоне, она ждет своего нового хозяина вместе со своей подружкой, которая спряталась. Обязательно заглядывайте в мой магазинчик, оставлю внизу ссылку. Я убеждена, что какая-нибудь подружка-легушка обязательно вам приглянется, и вы захотите забрать ее к себе домой, а я с удовольствием вам ее отправлю.